Чемпионат России неумолимо движется к своей кульминации и сегодня в центре волейбола казанская динамо в 17 туре встретилась с самой дальневосточной командой Сахалин из Южно-Сахалинска. Длительный перелет, как и позиция в турнирной таблице давали повод предположить, что игра для Сахалина будет непростой. Хотя и для хозяев арены сегодняшний матч был знаковым. В случае удачного исхода динамо Казань досрочно завершало регулярный этап чемпионата. Но обо всем по порядку. Во-первых, в стартовом составе казанцев наконец появилась отсутствующая из-за травмы Элица Васильева. Во-вторых, за главного тренера сегодня был Александр Перепелкин. А вот Решат Гелезуддинов вместе с сыном наблюдал за матчем, что называется, со стороны. Ну и наконец, вместо капитана команды Евгении Старцевой в стартовой шестерке вышла Ирина Фельдштинская. Решат Юрьевич мне дает, наверное, почувствовать себя, что я еще могу быть главным тренером. Но я шучу, конечно, спасибо Решат Юрьевичу, во-первых. А мы сейчас пытаемся немножко схему там игры и скорость перестроить. И вот эта сама передача и взаимодействие видна. И как раз кому что удобнее с торца, по площадке. Поэтому я думаю, ну, спасибо, что доверяет мне. Нет, и честно, я предполагал это, потому что я знаю тенденции последних всех моментов, как казань ведет себя с определенными аутсайдерами. И для меня это не новость, и совершенно не удивительно. Я к этому благодарю. С первых минут Сахалин сильно проседает. Под напором хозяев арены девушки заметно нервничали, а поэтому много ошибались. Разошелся Сахалин только к концовке сета. Команда делает мощный рывок, выходя за 10 очков, когда казань уже близка к сетболу. Я, конечно, не хочу сейчас все драматизировать и говорить, что все плохо. Нет, на самом деле много есть уже таких моментов, за которые хочется поблагодарить и порадоваться девчонок. Но опять же, как бы там ни было, хочется определенной борьбы, определенного какого-то другого рисунка. И из-за этого ожидания не оправдываются. Становится немножко грустно. Но это есть на чем работать. Во втором сете, как это ни странно, ошибаться начинает Динамо. А вот Сахалин, напротив, продолжает наседать. Так что почти до середины сета прорыва не происходит. Конечно, по инерции Динамо все-таки уходит в отрыв и завершает сет с внушительным преимуществом. Очень доволен, что выиграли, но мне показалось, что очень было тяжело настроиться вот именно почему-то на сегодняшнюю игру. Может быть, здесь все-таки вот этот груз какой-то небольшой все-таки давил и дома, и понимали, что на первое место мы выходим, и нас уже оттуда не подвинуть. Где-то что-то было, наверное. И опять же, первая партия достаточно такая легкая. А потом соперник, причем, видели, да, то есть мы селены, оторвались, а соперник потом немножко в концовочке подобрался к нам. И вот видно, что они почувствовали игру, нападать стали, подавать стали. То есть, в такие моменты. Тем не менее, Сахалин на отрезках навязывает Казани определенную борьбу. Хотя, наверное, уместнее сказать, что гости навязывают Динамо свой стиль игры. Так что третий сет полностью повторяет предыдущий. Вязкое начало равно еще до середины сета, а затем стремительный отрыв казанского Динамо. Однако были у Сахалина и откровенно удачные моменты. Например, на троенном блоке гости наглухо блокировали атаки Воронковой. Тогда как казанский блок от бомбардера гостей Елены Литовченко атаки пропускает. Хотя все это только эпизоды, и в конечном счете Динамо-Казань уверенно ставит точку, обеспечивая себе досрочный выход в четвертьфинал, завершая регулярный этап на первой строчке турнирной таблицы. Моменты несогласованности где-то взаимодействий. Ну а в третьей уже Динамо дожало на мастерстве на классе, поэтому сложно было уже что-то предпринимать. Мы прекрасно понимаем то, что, опять же, и девчонки понимают, и перерывы, они сами себя пытаются накручивать, мы их там, то есть именно мотивацию какую-то создавать смутательно. И при этом не все так просто. Мы видим это на уровне даже, извините, там, больших сборных, да, когда вот такие моменты случаются, команда выигрывает, как говорят, за счет класса. Я думаю, что, может быть, сегодня так примерно и произошло. То есть какие-то вещи мы сделали вот именно более классно, нежели соперник. Но и надо сказать, что соперник был сегодня мотивирован, и именно наши ошибки были связаны с их мотивацией и хорошей подачей. То есть они рисковали. Следующий домашний матч предварительно состоится 17 февраля, в четвертьфинале Суперлиги. Следите за новостями на официальном сайте команды и до встречи в центре волейбола. Глядите наше канал Динамо Казан ТВ и лайкайте. Глядите-ка на наш канал Динамо ТВ. Да, да, и лайкайте. Хорошо было, как разговариваешь. Браво! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!